Мэр Москвы Сергей Собянин посетил депо электротранспорта Солнцево, где осмотрел сотый поезд метро нового поколения Москва-2020. Гостями мероприятия стали руководители компаний из сферы транспортного машиностроения. Напомним, что некоторое время назад столица полностью отказалась от закупки автобусов с двигателями внутреннего сгорания, сделав ставку на дорогие, но экологичные электрические машины. Как оказалось, в новых реалиях от этой концепции город отказываться не планирует. Мы программы ни одну не останавливаем, продолжаем развивать эти виды транспорта. И у нас впереди несколько глобальных проектов, которые должны быть реализованы в ближайшие годы. В последние годы тендеры на поставку электробусов обычно выигрывал КАМАЗ. Солнцево-челнинский автогигант привёз одиночную и сочленённую версии своих батарейных машин. А вот группа ГАЗ показала столичному главе перспективный электробус большого класса E-City Max 12, способный перевозить до 85 пассажиров. Кроме того, высокому руководству на всякий случай продемонстрировали и другие новинки марки ГАЗ. Пассажирский Валдай создан из одноимённого бескапотника. У него несущий кузов, пневмоподвеска сзади и полностью низкопольная компоновка. City Max 9 тоже низкопольный, но более вместительный. И хотя Москву вроде бы не интересует техника, оборудованная ДВС, в рукаве газовцев есть любопытный козырь. Моторы ЯМЗ вскоре хотят перевести на водород. Кстати, знаменитые «зелёные крокодилы», как принято называть столичные эвакуаторы, очевидно, вскоре сменят марку. Ведь немецкий MAN не только остановил отгрузку машины российским клиентам, но даже прекратил поставки запасных частей. Замену европейской технике предложил Гориковский автозавод. Бескапотный Валдай-Некст грузоподъёмностью 4 тонны оснастили соответствующей надстройкой, поэтому грузовик сможет без проблем эвакуировать легковые автомобили-нарушителей. В основе машины лежит шасси газона, а кабину предоставил Фотон. Под ней скрывается газелевский турбодизель Камминс, но так как его сборкой занимается китайский завод, в случае санкций этот агрегат можно ввозить под маркой Хуадун. В свою очередь КАМАЗ предложат Москве новейший компас. У него больше грузоподъёмность, сразу 6 тонн, но выше цена и хуже манёвренность. Так что теоретически Москва может закупить и компасы, и Валдаи.